Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Друзья, сегодня как никогда стала актуальной тема воспитания, воспитания подрастающего поколения. И вот этой передаче мне хотелось бы положить начало размышлением, самым, на первом взгляд, простым и понятным, а вместе с тем очень важным и, к сожалению, часто сложным, а порой и неразрешимым. И начать мне хотелось с вопроса, во что играют сегодня наши дети? Какую игрушку лучше выбрать для малыша, чтобы была и доброй, и красивой, и не опасной, да и недорогой? Что приобрести для развития и забав младшему школьнику и подростку? Мне думается, сегодня нет семьи, которую бы не волновали эти вопросы. При взгляде на многоцветное обилие всевозможных игр и игрушек в наших магазинах и киосках Может показаться, что уж с игрушками у сегодняшних детей нет проблем. Были бы деньги у родителей. Но, увы, при невиданном прежде игрушечном изобилии наши дети перестают играть. Перестают подражать маме, умывая и одевая любимую куклу и папе, строя из дощечек и щепоток дом для куклы. И даря малышке расфранченную кукломодель Или подросшему школьнику игровую приставку к телевизору или айпад Можем ли мы быть уверенными, что они не навредят душе ребенка, не станут врагом семьи? Игрушки на наших глазах с каждым годом становятся все более недобрыми, агрессивными. Более того, происходит явная демонизация игрушки, идущая параллельно с аналогичными процессами в обществе. И невольный вопрос – а как оградить ребенка от этого негативного влияния? Как самим изготовить творческие игрушки? Здесь, мне думается, разговор должен идти не просто теоретически, но и на уровне практических советов. Однако, прежде мне бы хотелось предложить нам с вами экскурс. Экскурс в исторические традиции славянской игрушки. Той игрушки, которая является лучшим способом предостережения от бездуховности. А затем, в последующих передачах, насколько у меня хватит духовных сил и красноречия, попытаться дать особенно молодой семье своеобразный компас в мире современной игрушки. И вот здесь на ум приходит невольно. Невольно вспоминаются слова апостола и евангелиста Луки. В Евангелии от Луки, в 7 главе, 32 стих. «Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят, мы играли вам на свирели, а вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали». Но вот давайте начнем разговор в несколько ином ракурсе. Давайте начнем разговор с взрослых игр. Вы заметили, что, покупая современные игрушки, отцы и матери порой охотнее играют в них, чем сами дети. И это не случайно. когда одного ученого спросили, что вы станете делать, если начнется конец света? Он ответил – играть. Заметьте, не плакать, не смеяться, не молиться, а играть. Да, взрослое человечество играет. Самозабвенно и азартно играет на биржах, на стадионах, на сценах, в конференц-залах и в казино. Взрослые играют иногда в политику, часто в деньги, играют словами, изданиями, играют в любовь и порядочность. А некоторые стали играть в войну. И вот современная игровая цивилизация по сути своей проявление неоязычества, в центре которого стоит обожение всяческих кумиров и собственных страстей. На наших глазах происходит нивелировка понятия взрослости, а значит и детство. Как сказал один современный богослов, что сегодня разница между взрослым и ребенком в цене игрушек. Действительно, игрушки дорожают, и за них дорого расплачиваются. В наши дни игра становится образом жизни миллионов взрослых. И получается, мы чаще играем, а не живем. Если же обратиться к традиционной славянской, христианской культуре, то окажется, что понятие игры для наших предков имело позитивный смысл только в отношении потехи, развлечения, праздника. Поэтому свадьбы в старину игрались, а сейчас справляются. Часто как нужда. А слова «игрок», «игрун» применительно ко взрослому и вовсе приобретали неодобрительный, негативный оттенок, обозначение своего рода одержания, безумства. Игроков, лицедеев, как их называли в старе, даже хоронили вне церковной ограды, как самоубийцы. И вот оказывается, что для славянской традиции было характерно невмешательство взрослых в детский быт, признание детской игровой автономии, право на игру. Это выражалось, в частности, в охотном изготовлении игрушек взрослыми и в существовании особого пространства для игр. Даже в самой бедной крестьянской избе, как микрокосмосе дома, для детей было отведено самое высокое, небесное место. Знаете, какое? дощаты на стил над печкой, так называемая палать. Самое выигрышное место для успешной детской игровой жизни. Так было встарь. И, пожалуй, на этой мысли, учитывая временные рамки передач, мне придется завершить нашу беседу, чтобы в следующий раз поговорить о том, во что же любят играть наши дети сегодня. Доброго всем дня! Субтитры создавал DimaTorzok